В последнее время ты проводишь по одному поединку в год, плюс-минус. Нет ощущения, что не хватает боевой практики? Ну, я хотел почаще драться, конечно, но это связано с травмом. И из-за этого мне простой бывает. А так, конечно, хотелось быть чуть активнее, конечно. Ты чемпион, Евгений Гончаров номер один сейчас в твоем весе. И вас сразу же ставят в сетку Грам-при. Как ты отреагировал на эту новость? Я думал, что этот бой будет еще раньше с Гончаровым. Но если сейчас, то без проблем. То есть, я имею в виду, что это будет в формате Грам-при. Лига как-либо тебе объяснила, почему ваш чемпионский поединок вносится именно в категорию Гран-при? Ну, если я чемпион, то в Гран-при тоже есть претенденты, скажем так. С ними я буду справедливо больше. Первый претендент в данный момент Евгений Гончаров. В случае твоей победы, получается, каждый твой поединок в Грам-при это как защита титула? Вообще, что ты можешь нам рассказать о Евгении Гончарове? Многие эксперты говорят, что он очень сильно набрал, в первую очередь в агрессии, в ударной мощи. Как-либо тебя смущает эти моменты? Что можешь сказать? Ну, Гончаров хороший спортсмен. Я считаю, я набрал наоборот за это время. Если посмотреть его бои, опять же, с Джонсоном, Мухаммадом. Он то, что делал сейчас, делал еще в первых боях с ними. Возможно, здоровых бойцов не было и таким, как был раньше, не знаю. Но, не секрет, руки хорошие. Хороший достойный соперник. Но, в любом случае, Гончаров – это тот боец, которому нельзя давать бить на своей дистанции. И, если его удар дойдет до цели, он может потрясти. Согласен? Ну, в тяжелом месте каждый удар может потрясти. Тот же Саленгера Суло. Я считаю, что он намного лучше, как ударник, чем Евгений Гончаров. И саму уважение к нему тоже. И в тяжелом месте не обязательно быть. Ты должен быть ударником, чтобы кого-то уронить. Каждый удар может тебя. Тяжелые ребята бьют сильно. Помимо вот этой ударной мощи, какие еще хорошие качества ты бы мог выделить у него, как у бойца? Универсальные бойцы. Редкость в тяжелом месте. Обученные, имею ввиду. Борются, ударка. Ты смотрел, безусловно, наверное, поединок с Мухаммадом Вахаевым. На твой взгляд, чего не хватило Вахаеву в этом поединке? Я не знаю. Он устал очень быстро. Из-за чего это было. И тактически тоже, я считаю, как... Ну, возможно, он готовился правильно, но в бою что-то его пошло не так, можно сказать. В первых боях он тоже хорошо себя показал, когда они в первый раз ударялись. А сейчас Мухаммад с первого раунда устал. Я не знаю, из-за чего это. Но мы поговорили с ним после боя тоже. Он тоже поделился, что он в первом раунде устал. В принципе, равный бой был. Просто в третьем раунде Евгений пару раз взорвался. И я считаю, что за счет третьего раунда он вытащил поединок. А в предыдущем поединке, мне кажется, Евгений немножко подустал в конце. Не думаешь, что он сейчас дышит просто лучше? Я не знаю. Но в первом бою тоже он выигрывал, если честно, с Мухаммадом дрался. Мухаммад как танк пер и на него, короче, задушил его. В этом бою тоже Гончаров попадал по нему. Но Мухаммад функционалка, походу, подвела. Из-за этого, наверное, так. Бой пройдет дома, в Грозном. Для тебя проблема выступать перед собственными болельщиками? Ты любишь больше на выездных турнирах выступать или как? Честно сказать, мне без разницы дома или за пределами. Единственное, если ты весь гоняешь, то дома легче бывает. На выезде там трудно, где-то там чуть-чуть. А так мне без разницы дома или за пределами один октагон везде. Евгений Гончаров давно выступает в нашей лиге. Он также выступал в WFC. Можно сказать, что для него это тоже далеко не первый турнир в Грозном. Можно сказать, что для него это тоже родная арена, арена Колизей? Я не знаю. Ему надо задать этот вопрос. Он в WFC, по-моему, тоже дрался в Грозном. Не знаю, честно сказать. Но для меня, по-любому, без разницы. Я знаю, где я был. А был вообще такой момент, что вы где-то пересекались на тренировках? Может быть, спарринговали? Нет, мы на тренировках не пересекались. Мы бывало в Азербайджане, по-моему, в одном карте дрались оба. В WFC в то время. Вот так мы в зале не работали. Насколько сильно ты мотивирован не отпускать то, к чему так долго стремился? Я очень сильно мотивирован, чтобы не отпустить этот пояс. Лига, наш клуб, короче, не могу в любом случае отдать этот пояс. Буду делать все, иншалла, чтобы этот пояс остался у нас в Грозном клубе. Мотивация хорошая.